Впервые в Чебоксарах прошел этап чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников. Слушали чтецов Юлия Важенина и Андрей Спиридонов. Ужился он простугуемый. Прибавил всего килограмм весу и три сантиметра роста. И дембель его был аккуратен, без оттяжек, почти день в день. На сцене и в зале участники чемпионата России по чтению вслух. Лена с нетерпением ждет своего выхода. Еще в детстве она любила усаживать всех родных в ряд и читать им любимые произведения. Я как бы хочу получать от этого удовольствие и я люблю выступать перед публикой. И это хорошая возможность показать себя. Хотелось бы с помощью интонации можно показать читателю, какой момент ты бы хотела выделить в этом произведении. В списке желающих показать профессиональное актерское чтение 42 человека. Выразительность, образность, интонация, темп. Учитывается все. Никто не знает, какое произведение достанется. Книга лежит в конверте. На чтение отрывка дается одна минута. Скорость здесь абсолютно не важна. Здесь вот именно передать настроение, передать идею автора, вжиться в роли. Наверняка там будут диалоги, может быть нужно какое-то перевоплощение. Ну, в общем-то, вот такие умения потребуются. Конкурс широкомасштабный, очень полезный для молодежи. Вот сейчас очень много говорят о том, что дети мало читают. Я не верю в это. Я вижу, что молодежь много читает. Читает с удовольствием. Русская проза и поэзия – зарубежная классика. Из 42 участников в финал прошли лишь 10. Им предстоит прочитать вслух Александра Твардовского. Победитель представит Чувашию на следующем этапе конкурса. Поедемте-ка, Львов, сказал мне однажды уже известный читатель Ермолай. Мы тому только не стреляем вдоволь. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.